Дуги S55 Итак, сам телефон у нас есть в транспортировочных плёнках. Далее у нас есть конверт, в котором находится тряпочка протирания дисплея, а также запасная плёнка для предотвращения царапин неприятных. Далее у нас есть гарантийный эталон, а также инструкция по телефону. Всё стандартно. Продолжим дальше распаковку. Итак, у нас есть кабель подключения телефона к компьютеру, а также блок для зарядки телефона. Мощностью в 2 А. На этом комплектация закончилась. Корпус Дуги S55 произведён из таких элементов, как прорезиненный пластик, который стилизирован под кожу, а также металлических элементов, которые находятся как на задней поверхности, так и на боковых гранях. Также, конечно же, не обошлось и без защитного стекла на дисплее, который способен выдержать царапины, даже если вы не очень бережно относитесь к своему телефону. Давайте рассмотрим грани телефона. Итак, с левой стороны телефона находится лоток под сим-карты. С верхней стороны находится разъём под наушники. С правой стороны находится кнопка блокировки, а также качелька регулировки громкости. И с нижней грани расположился разъём под зарядку. На задней грани нас ожидает сканер отпечатка пальца, к слову, довольно быстрый, а также двойная камера и вспышка. И также у нас внизу есть два довольно громких динамика. Диагональ дисплея, что досталось данному телефону, является в размере 5,5 дюймам. А также разрешение данного дисплея данному телефону досталось также нестандартное, то есть 1440 пикселей на 720, что в принципе даёт довольно гладкую и приятную картинку, даже если к ней присматриваться. Давайте посмотрим, как телефон поведёт себя в реальных условиях использования, когда вы прыгаете из одного приложения в другое и не щадите телефон, ничего не закрывая. Посмотрим, будет ли он лагать или что-либо. Ещё, может быть, похуже зависнет. Итак, открываем всё подряд. Стандартные, нестандартные приложения. Камеру. Зайдём ещё в настройки, ещё что-то откроем и посмотрим, насколько всё плавно. К слову, процессор в данном телефоне является Helio P23, который имеет 8 ядер, а также мощность на каждом отдельном ядре является в 2,3 ГГц, что довольно-таки неплохо и способно воспроизводить любую игру на максимальных настройках графики. Итак, давайте перейдём в многозадачность и попробуем сразу прыгнуть на последнее приложение, которое было открыто. Точнее, на самое первое приложение, и посмотрим, будет ли лагать или фризить данное приложение при открытии и как быстро оно будет готово к работе. Приложение готово к работе буквально сразу же. Посмотрим Play Market. Play Market также открылся моментально. И что касательно многозадачности. За многозадачность в данном телефоне отвечает оперативная память в размере 4 ГБ, а также своей памяти в телефоне в размере 64 ГБ. Но если вам мало 64 ГБ, то телефон поддерживает карты памяти до 128 ГБ, что уже хватит абсолютно всем, я думаю. И давайте посмотрим, как телефон поведёт себя в играх. Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрим, как поведёт себя телефон в воде. Дуги S55 получил довольно неплохую, кстати, двойную камеру, которая имеет довольно много интересных режимов. Размер же матриц данных камер является следующей. Одна камера здесь на 13 Мп, вторая камера на 8 Мп. И сделаны они так для того, чтобы имитировать фотографии, которые были как будто сняты на профессиональную зеркалку, а не на обычный телефон. То есть, когда вы фотографируете какого-либо человека, то человек будет в фокусе, а всё позади него будет размыто, как будто сфотографировано на ту же зеркалку. Что касательно фронтальной камеры, то она здесь в 5 Мп, чего абсолютно уверенно хватает как для Инстаграма, так и для звонков по Скайпу или другому мессенджеру. Также касательно батареи. Батарея в данном телефоне имеет объём в 5500 мАч. И благодаря такой батарее, а также умному процессору, который умеет экономить заряд посредством отключения лишних ядер, телефон спокойно живёт 2 дня без каких-либо проблем. А на этом всё. Приобрести данный телефон вы можете в нашем интернет-маркете TOO.com.ua по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал. До следующих видео.